Доброе утро! Хотел бы в двух словах рассказать, что наша служба. Служба государственной безопасности Республики Абхазия является органом исполнительной ветви власти, который обеспечивает безопасность нашего государства, защищает ее интересы и ее границы, обеспечивает ее от внешних и внутренних угроз путем борьбы с терроризмом, с организованной преступностью, занимается разведывательной и контрразведывательной деятельностью. Также немаловажный фактор, как говорится, новое направление нашей деятельности – это защита информации, потому что служба идет в ногу со временем, поэтому могу сказать, что в стране, как и в других странах мира, развиваются новые технологии, и эти технологии, кстати, злоумышленники пытаются в свою пользу тоже использовать во вред нашего государства, ее территориальной целостности и безопасности. Ну, основными задачами службы является защита конституционного строя, обеспечение безопасности общества, защищает государственную тайну на всей территории Абхазии, и, естественно, является скрытой специальной службой, деятельность которой является в большей степени негласной. Бадро, скажите, как вы пришли к этой профессии? Это вот с детства целенаправленно или случайно? Ну, с детства, наверное, я рос среди чекистов, которых я, ну, лично знал, беседовал. Наверное, как у любого, ну, молодого человека, который заканчивает школу, когда настаёт выбор профессии, так сложилось, что, ну, отец лично хотел, чтобы я стал дипломатом, поступив в МГИМО, я готовился даже, можно сказать, готовился к этому, не хотел сперва разочаровывать родителей, в том числе отца и мать и всех остальных членов семьи, которых, наверное, видели во мне дипломата больше. То есть я готовился к поступлению в один из таких престижных вузов, вообще известный. Нашёл в себе смелость сказать родителям, я говорю, я хочу стать военным, я хочу выбрать эту профессию, то, что, чем занимался мой отец, продолжать его дело. Ну, естественно, ну, отец отнёсся к этому с пониманием, с поддержкой, ну, что не могу сказать о матери. Не хотели, наверное, связывать так же и меня этой деятельностью, как мой отец, то есть практически которого мы, ну, можно сказать, неделями не видели, потому что он всегда находился на работе, то есть нёс службу, защищал наши рубежи. И, естественно, когда я сказал, что я хочу его дело продолжить, так случилось, что они не особо были впечатлены моим решением. Ну, в итоге дело... Большая горчина. Да, можно сказать, были огорчины. И, естественно, когда я так решил, то есть, ну, буду поступать. А куда можно вот поступать? На кого учиться, куда поступать, чтобы попасть в органы? Ну, по нашей деятельности служба осуществляет подготовку, ну, за пределами Республики Абхазия. Это вузовская подготовка, это в Российской Федерации мы подготавливаем, согласно нашим соглашениям с российской стороной, мы подготавливаем сотрудников в учебных заведениях Федеральной службы безопасности. Ну, в принципе, у нас задачи общие, схожие. У нас договор с ними совместно подписанный по обеспечению безопасности нашего государства. Общеизвестный, наверное, закон о совместной охране границы. Договор международный незаконно... Международный договор с Российской Федерацией есть как раз с 2009 года. До этого мы подготавливали сотрудников, ну, в частном порядке отправляли в российские учебные заведения. А также службу мы рады видеть всегда молодых, целеустремленных, патриотически настроенных людей, которые независимо, которые закончили даже другие специальности. То есть сейчас много у вас молодых ребят? Да, достаточно большое количество ребят, достаточно доступа, все наши нужды, как говорится. То есть среди молодежи это достаточно популярно? Да, популярная профессия, да, очень профессия популярная, хотя мало о ней известно, когда люди приходят к нам и говорят, мы хотим связать нашу жизнь со службой госбезопасности. Они, конечно, в первое время не имеют никакого представления. Мало что найдешь в соцсетях именно особенности, да, они какие-то виды нашей деятельности, которые более гласный характер носят. Это борьба с организованной преступностью, с наркотрафиком, они, конечно, это более видят. Основные, это борьба с шпионажем, с госизменой, вот такого рода, так сказать, контрразведывательной, разведывательной деятельности, представлений у них нет о этой деятельности, потому что это мало известно. Ну, ребята приходят, желание у многих наших граждан есть, и приходящие дети, на самом деле, и люди, молодые люди, которые уже, ну, не только после школы, там и постаршее поколение чуть-чуть, они обращаются к нам, ну, у многих видно патриотический настрой, желание слушать Родины, то есть отдавать себе полностью этой профессии. Ну, конечно, естественно, мы делаем серьезный отбор, критерии не все могу рассказать, поэтому критерии очень серьезные, отбор непростой. Так скажем, из 100% желающих чаще всего мы, ну, как скажем, проходят тест, тест, так скажем, на пригодность к нам только порядка, ну, потолок до 10%. Остальное, то есть... Настолько строго. Да, настолько строго, то есть желающих, правда, много, и выбор есть из кого делать. Стараемся делать качественный выбор, независимо, потому что у нас, как принято там, хороший парень, это не профессия, потому что хороший парень не всегда... У хорошего парня достаточно тех качеств, которые необходимы сотруднику специальных служб. Это, естественно, и не только умственные знания, то есть там интеллектуальные способности, да, и еще тут неординарно мыслить, то есть бывают ситуации, в которых надо принимать решения, и человек, который должен подходить, там большой перечень критерий, мы на все эти моменты обращаем очень строгое внимание и отбираем тех людей, которые смогут на самом деле качественно выполнять те задачи, и идти, эти люди, чтобы могли идти в ногу со временем, потому что недопрожелатели тоже не сидят сложа руки, они совершенствуются, и мы тоже стараемся, то есть кроме вне вузовых, постоянно подготавливаем сотрудников, постоянно, то есть у нас подготовка сотрудников идет непрерывно. Мы говорили о непубличности. Насколько скрыто? То есть вот какие самые главные правила, чтобы быть чекистом? Ну, правила так чекиста, да, вот, наверное, они еще с Феликса Дмунтовича Держинского так заложены, холодная голова, горячее сердце и чистые руки, то есть, естественно, репутация должна быть у кандидатов, которые и у будущих сотрудников чистая, кроме репутации у них должны быть те качества, которые связаны с выдержкой, и уравновешенность особенно, то есть Фелику ни в коем случае нельзя где-то разглашать, где-то раскрывать, что он является сотрудником, да, многие из них, так скажем, шуфу себя. То есть, допустим, завести Инстаграм, но при этом ни слова о том, что ты работаешь на СГБ. Это однозначно исключено в том, что он является сотрудником, где-то это разглашать и выкладывать, тем более выставлять фотографии, определяющие, ну, принадлежность. Формы, неформы. Да, однозначно, да, категорически исключено. А бывают такие случаи, когда нужно придумать легенду? Она практически постоянно. Всегда легенда? Постоянно, то есть большая часть оперативных сотрудников, которые занимаются генитурно-оперативной работой, они всегда, можно сказать, у них несколько легенд должно быть, как говорится, подготовленных. От зубов отскакивают. Да, ну, они уже даже, можно сказать, не фантазируют, у них уже это в привычку вошло, то есть легенда должна быть однозначна, то есть вся работа их насекречена, поэтому они вынуждены так работать. Ну, вот, понятно то, что это все скрыто, все залегендировано, но это еще и безумно опасная работа. Что самое опасное, что вам приходилось делать? Если об этом можно, конечно, говорить. Наверное, там рассказывать о каких-то мероприятиях, которые мы осуществляем, не всегда представляется возможным. Представляется возможным из-за того, что негласности нашей деятельности. Желедневно наши сотрудники находятся, ну, так скажем, в ситуации, как сказать, когда надо быть осторожным, потому что в любой момент что-то может произойти. Да, любой сотрудник, сотрудник органов госбезопасности является объектом заинтересованности уже иностранных спецслужб, то есть наших недоброжелателей. Естественно, наши враги всегда будут применять, наши недоброжелатели будут применять те действия, которые будут направлены против наших сотрудников. Это не только там их физическое устранение, другие методы тоже воздействия, да. Вы еще и очень долго следите за нежелательными лицами. Это все происходит там, ну, может вестись и одним человеком, и группой лиц, то есть группой сотрудников, да, те мероприятия, которые осуществляют наши сотрудники. Ну, независимо от этого, в любом случае необходимо, как говорится, необходимо осуществлять эти действия настолько компетентно и настолько качественно, чтобы лицо, в отношении кого мы осуществляем оперативно-розыскные мероприятия, да, чтобы, во-первых, не догадывался, во-вторых, мы же должны в отношении него быть уверены в том, что он на самом деле занимается противоправной деятельностью, которая наносит ущерб нашей безопасности и нашей государственности. И, естественно, задача наших сотрудников заключается в том, чтобы предвидеть это все и опережать действия противника. То есть наша основная задача не раскрывать уже совершенные преступления, а пресекать. Тут еще и экономическая безопасность нашего государства, который службы обеспечивает. Это тоже очень серьезный блок, без которого наше государство не состоится никогда как государство, да, то есть если противник сможет нанести такой ощутимый урон нашей экономической безопасности, то, что от экономики зависит и в том числе, да, очень, практически, ну, все. А вот что самое интересное в вашей работе? Вот вы обожаете делать вот какую-то вещь в вашей работе? Когда ты занимаешься той работой, которую ты делаешь с коллективом, с коллективом, который очень предан своей родине, и они относятся к своей профессии, ну, то есть у них для них больше, важнее этой работы, в принципе, ничего нет. Они отдают себя полностью, то есть, естественно, работать в такой среде, в таком коллективе и совместно осуществлять со своими товарищами, это всегда самое, что может быть приятное, когда ты уверен в своем товарище, который, ну, как сказать, предвидит и постарается прикрыть настолько, насколько, ну, может даже позавидовать там даже родной тебе человек. То есть они на самом деле становятся там родными людьми, и они стараются, когда вот мероприятия, которые ребята наши чаще всего осуществляют по задержанию особо опасных преступников, тех же агентов иностранных спецслужб, сотрудников иностранных спецслужб, которые хотят нанести вред нашей безопасности, они настолько стараются это качественно делать, рискуя с собой, но главное защитить своего напарника, так скажем, ребята работают в парах. Именно вот работа в коллективе самая приятная. В коллективе, да, это самое приятное в таком коллективе, в котором ты знаешь, что... Я сейчас даже чуть позавидовал. В котором ты знаешь, что тут нематериальная ценность. Тут ценность заключается в том, что люди настолько патриотично относятся к своей профессии, поэтому тут всегда, ну, наверное, в последнюю очередь рассматривается только материальный вопрос, то есть поэтому можно быть уверенным, что тебя никто за деньги не продаст и не сдаст. А часто происходит у вас учение? Часто, очень часто мы осуществляем совместные учения с различными ведомствами по совместному плану взаимодействий со всеми ведомствами, которые относятся как и к силовому блоку, так и не к силовому блоку. У нас заключены планы совместных мероприятий, да, планы взаимодействия, согласно которым мы проводим и учения совместные, в том числе и... Ну вот в прошлом году, в сентябре, если не ошибаюсь, были большие показательные учения с кораблем вот в морпорт, да? Да, это межгосударственные учения с привлечением даже содружественных стран. Мы проводили комплекс учений, там был целый комплекс, ну, кроме морпорта было и освобождение административных комплексов знаний, а также наше ведомство принимало и, ну, в качестве одних из организаторов и участников учений по территориальной безопасности, то есть, которые проводят совместно с Министерством обороны и другими заинтересованными ведомствами. Служба постоянно принимает участие. Кроме вот этих совместных учений мы также проводим свои учения, в которых мы осуществляем, как говорится, налаживаем и улучшаем взаимодействие внутри наших структурных подразделений, улучшаем понимание, так скажем, всех наших товарищей, потому что первый этап – это всегда учение, что надо быть готовым ко всем действиям. То есть, и план учения всегда меняется, мы стараемся всегда к этому процессу относиться. Настолько можно, то есть, максимально, то есть, выжать из этих учений пользу, чтобы это в последующем реализовать в случае необходимости. То есть, мы были готовы ко всем нестандартным или стандартным действиям, которые могут применять наши, так скажем, оппоненты. Вы на службу принимаете девушек? Да, принимаем девушек. Это, конечно, такой непростой в решении вопрос, потому что подобрать тоже девушку, подходящую под наши критерии, не так легко. Человек, который тоже жертвует собой, опять-таки, они понимают, что тут у них много ограничений, которые не позволяют… То есть, там у вас нет разницы, это парень или девушка, все должно быть одинаково, одинаковая нагрузка, одинаковое обучение, все одинаково. Одинаковые критерии, да. То есть, ну, у нас ненормированный рабочий день, то есть, у нас, так скажем, что какая тоже девушка, то есть, сможет ли это психологически и морально выдержать, то, что она будет на работе находиться больше, чем, допустим, аналогично в других ведомствах девушки. То есть, если у них рабочий день нормированный, то есть, если они там знают, что в 5-6 часов могут уйти домой, своими делами там заниматься, или выходные у них в стандартном режиме, у наших представительниц прекрасного пола такой возможности нет. Это не только для девушек сложно, это и для мужчин очень сложно. Не знать, когда тебе нужно быть, когда ты можешь быть на работе, когда тебя могут вызвать. Я бы так не смог работать. Мне вот нравится мой рабочий день, я прихожу на работу, я знаю то, что в 6 часов мне можно уйти домой и без зазрения совести. А тут получается практически 24 на 7. 24 на 7. 24 на 7. У желающих девушек, которые трудоустроятся в наше ведомство, немало. То есть, у нас очень много в стране образованных, интеллектуальных и патриотичных девушек, которые хотят родине пользу приносить. Это приятно слушать. Немало, да. Назовите, пожалуйста, три главных правила, которые не должны нарушать чекиста. Все действия нашего сотрудника быть законными должны. Потом принцип справедливости, естественно, всех законов. Тут уже есть справедливость. Это основные такие принципы, да. Естественно, принцип негласности и гласности. Он должен полностью сразу для себя определиться, что вся его деятельность, это негласный характер носит. И поэтому он с этими ограничениями должен смириться. Смириться, это, конечно, естественно, и наказывается, если он будет эти принципы нарушать. И принцип то, что, так скажем, сдержанности сотрудников, это и морально-волевые качества человека, которые должны быть выработаны, настолько отточены, что он должен быть готов ко всем нестандартным действиям. Принцип верности и преданности нашему делу. Это основные такие постулаты, на чем наша работа будет держаться. И без этого, то есть, в принципе, осуществлять нашу работу очень сложно. Такой тогда просьба такая будет. Можете посоветовать молодым ребятам, девушкам, которые думают о том, чтобы поступить на службу и пройти отбор, что им нужно читать, что нужно развивать, чтобы пройти. Это в первую очередь люди должны читать литературу, связанную с чекистской деятельностью, много там и художественных, и в открытом доступе литературы, которая называется контрразведывательное обеспечение. То есть, есть такие книги, которые в доступе, которые не раскрывают основную суть нашей работы, но при этом дает понятие, то есть, что это такое, для чего это нужно. Потому что те люди, которые хотят стать сотрудниками, и девушки, и мужчины, которые должны, хотят избрать эту профессию, избрали или решили избрать для себя эту профессию, должны к чему, как говорится, готовиться. Это не то, что просто престиж, это, во-первых, волевые качества, они должны в себе вырабатывать, волевые качества, что для чего вообще они избирают эту профессию, они должны для себя определиться, готовы ли они отдавать себя полностью государству, государству ее безопасности. У тебя на другое времени не будет. То есть, если кто-то хочет там заниматься коммерческой деятельностью и, грубо говоря, совмещать с нашей работой, это практически, не практически, а это невозможно. У тебя времени никогда, во-первых, не будет. Во-вторых, это законом запрещено. То есть, они все патриоты, и хотят приносить пользу нашей стране, то мы всегда рады будем их принять, подготовить, и вместе с ними, как говорится, обеспечивать нашу безопасность. Эти люди должны быть очень образованы, интеллектуально подготовлены, с хорошими манерами. Багаж знаний, в том числе и классики, которые, наверное, сейчас мало кто читает, но наши многие сотрудники прекрасно разбираются, в том числе и в литературе художественной, классической, в живописи. То есть, это всесторонне, одаренные должны быть люди. Есть такое негласное правило, 95% подготовки, это всегда самоподготовка. Человек желание должно быть, всегда готовиться, и совершенствоваться. Без этого он в чекистах не выдерживает. Но обычно, то есть, 5 лет достаточно для того, чтобы человек, в органах госпезопасности, стал тем сотрудником, который потом, в последующем, вряд ли с какой-то другой деятельностью свою жизнь может связать. Потому что он по-другому уже на все эти взгляды и процессы, которые происходят вокруг нас, он будет смотреть иначе. Ну, мне кажется, у нас получилась очень интересная, насыщенная беседа. И очень много я узнал, и наоборот, даже некоторые моменты, о которых я не догадывался, хотя и делал фильм про СГБ. И мне сейчас настолько спокойно стало, что такие люди нас защищают. И профессионализм я и до этого, и сейчас не сомневаюсь и уверен, что нас защищают достойные ребята и девушки. И мы можем быть спокойны. Спасибо за беседу. Было очень приятно с вами познакомиться. Спасибо вам за приглашение. В первую очередь, спасибо еще, хотели бы сказать, за ту работу, которую вы проделали над нашим фильмом. Могу передать слова благодарности от нашего коллектива, которые очень довольны той работой, которую вы проделали, и ценят это. Телезрителям мы можем сказать то, что всегда ждем патриотов, грамотных патриотов, профессионалов своего дела, которые хотят приносить пользу нашей стране и совершенствоваться. Спасибо большое. Спасибо. А с вами мы увидимся уже за следующей чашечкой кофе. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин